Вам знакомо понятие созависимость? Как ваше мнение об этом? Я не знаю это понятие. Я знаю, что созависимость это то, что всегда в нашей жизни существует. Это то, из чего мы не сможем. Мы все зависим друг от друга. Но больше всего мы зависим от Бога. Но если человек не хочет зависеть от Бога и думает, что он зависит от людей, только то он находится в состоянии, в котором он никогда не победит свою судьбу. Как быть, если я лапка-вегетарианка, а молодой человек мясоед и не может меня принять? Что делать? Говорит, мясо я хочу есть с мужчиной одну еду. Ну мало ли, что вы хотите. Я, допустим, хочу сейчас сидеть рядом со святым человеком, с каким-то, но как бы Бог не дал. То есть надо, смотрите как, надо кушать вам правильный самой, питаться без мяса, это признак развития. Очень редко, когда человек ест мясо и попадает на высшие планеты. В основном идет в ад. Но если человек очень искренне молится в жизни своей и раскаивается в своих поступках, то даже несмотря на то, что он ест мясо, он может подняться вверх. Такое тоже возможно. Но в основном даже, вот я знаю православные традиции, люди, которые реально молятся, они все бросают мясо. Например, есть такой святой Зосима, у меня даже есть видеоматериалы, в которых он ругает мясоведение и говорит, что это очень плохо. Хотя большинство людей, как бы, православные считают, что мясо плохо есть, вредно, как-то неправильно. Ну, вот многие возвышенные люди, они очищают свое сознание, говорят, что это плохая пища, она не помогает ни быть здоровым, ни быть счастливым. Понимаете, люди, которые очищают свое сознание, они ругают мясоведение. И даже в православных монастырях мясо не едят. Ну, то есть, понимаете, есть разные уровни сознания. Но даже если человек молитву читает, и он ест мясо, он все равно развивается. Но вот эта идея, что не важно, что он из нас входит, важно, что из нас выходит, это неправильная идея. Потому что человек зависимое существо, мы очень сильно зависим от того, что мы едим, от общения, зависим очень сильно. Если человек неправильно не понимает этого вопроса, то ему очень трудно будет прогрессировать в духовной жизни. Это факт, что важно, важнее всего, что из нас исходит. Но исходить хорошее, очень трудно человеку делать так, чтобы из него исходило хорошее. Если он пьет водку, общается с деградантами и шрет мясо. Очень трудно такому человеку делать так, чтобы из него исходило хорошее. А точнее, практически невозможно. Поэтому и древняя культура советует очистить свое существование, стараться жить чище, чтобы из тебя исходило легче, чтобы из тебя исходило что-то хорошее. Если ты не соприкасаешься с теми объектами, которые приносят страдания, уже заранее причины на деградацию. Имеется в виду объектами жизни. То есть это вино, разград, мясо, сигареты, наркотики. Вот эти объекты, которые просто человеку ведут в ад. Не спрашивая, хочет он это или нет. Почему так? Потому что мясная пища, это пища, которая не предназначена для самосвладшествия. Эта пища предназначена для разжигания плотских страстей. Она предназначена для разжигания страсти жизни. Понимаете? То есть, поймите такую вещь, что само вот, что такое секс? Секс это наслаждение чужим телом. Это страсть жизни. То есть, когда мужчина наслаждается телом женщины, а женщина наслаждается телом мужчины, это тоже поедание энергии друг друга. Это то же самое, понимаете? Просто в данном случае никого не убивают. Но есть люди, которым этого недостаточно, им надо убивать уже того, с кем он занимается сексом. Понимаете? Это уже извращение. Но это извращение заэкономерно истекает из жажды наслаждаться чужой плотью. И когда человек ест мясо, то есть чужую плоть, то он разжигает себе эту жажду. А спиртное – это та сила, которая тоже разжигает стремление к наслаждению плотью чужой. Понимаете, да? И когда вот эти все энергии, даже запах имеют одинаковый, вот энергетически даже запах одинаковый имеет все это. Одна как-то песня из одной оперы. И поэтому для того, чтобы человеку меньше иметь влечения наслаждаться другим человеком, меньше иметь влечения наслаждаться вином и мясом, ему нужно все это уменьшать в рацион. Это не то, что секс плохо, секс хорошо для зачатия детей. И также хорошо, когда тяжело развиваться духовно. Чем более духовное отношение имеют люди, тем меньше потребностей у них в сексе. Но если есть потребность, не надо ее как бы задавливать, это может привести также к большим проблемам. Но ее не надо разжигать, потому что веды говорят, что если человек подливает масло в огонь, от этого огонь меньше не становится. Имеется в виду огонь страстей. А огонь страстей это и есть та сила, которая разрушает жизнь человека. Потому что когда человек свои страсти разжигает в своей жизни, все его желания становятся неуправляемыми. И его карма становится абсолютно неуправляемой. Он не может справиться ни со своей обидой, ни со злобой, ни с желанием как бы противостоять другим людям. То есть он просто идет на поводу у тех сил, которые из него исходят. И к сожалению, вот эта философия господства над людьми, над близкими людьми, она исходит сейчас из самой культуры, в которой мы живем. Так, например, в некоторых кругах то, что я говорю, считается плохим домом. То есть как это не есть мясо, как это не заниматься развратом, как это не пить вино. Люди не могут этого понять, они считают, что это уже тогда зачем жить. Что тогда есть, что тогда пить и зачем тогда жить у них? Вопросы тогда возникают. Они знают, что можно есть много чего. Я давно, где-то лет 15 назад читал лекции в Екатеринбурге, и одна женщина, у нее была своя передача по питанию. И она тоже, когда мы готовили у нее на передаче овощи с молочным белком, то есть она попробовала, говорит, очень питательная пища. Я думал, что вегетарианцы это такие люди, которые кушают одни салатики. А вот приготовил такое блюдо, чуть поел и уже наелась. Я говорю, а вы приходите к нам на обед. И мы наготовили ей, и она пришла, такая вся фигуру соблюдают. Пища освещенная, очень вкусная, и от нее оторваться невозможно. Она начала кушать и кушать, и она говорит, ой, я не знаю, что мне делать. И она потом два дня не ела, ей не хотелось просто. Потому что вегетарианская пища, она очень быстро переваривается, хорошо, качественно. И она, вот я ем один раз в день всего, не будешь, не надо. И она отдает человеку много сил. И она когда два дня не могла есть просто, ей не хотелось. У нее все там переваривалось два дня целых. И в Екатеринбурге было. Таким образом, поймите такую вещь, что наши взгляды на жизнь, это не значит, что это так и есть. Взгляды человека зависят от того, как он живет, понимаете? Взгляды поддерживают образ жизни. Вот это ощущение, а мне нужно мясо. Нужно это не означает, что без него ты не проживешь. Нужно, потому что нужно в твоей психике. Это нужно в твоей психике, понимаете? Каждая пища, она что делает? Она нужна для того, чтобы поддерживать энергию жизни. Вкус человека зависит от того, куда человек тратит силы. Куда тратит силы, то он и хочет кушать. Если человек очень сильно страстный такой, вот такой есть страсти, ему нужна острая пища. Острая пища дает страсть вот такую, безудержность. Я когда сюда влетел в самолете, я сел, а сзади меня села семья восточных людей, ну такие немножко в страсти. И ребенок у них, маленький ребенок, 5 лет буквально, он когда сел на кресло, он вот так вот взялся за мое кресло, он начал его трясти, вот так вот, встал надо мной, начал орать. Дядя, дядя, дядя. Минут 5, наверное. Звал меня зачем-то, я не знаю. Я понял, что если повернуться, будет еще хуже. Значит, меня немножко за волосы потрепал, потом понял, что бесполезно, и переключился на дороги. Но этот ребенок, он на уши поднял весь рейс. Он не мог сидеть ни на сиденье, он просто бегал вот так вот в самолетах, в глазах потелись, так вот так, обращались. Вот. Ну то есть ребенок был совершенно неуправляемый. И родители уже привыкли к этому, они просто сидели такие смотрели. Нормально все. Вот, то есть почему так возникает, происходит? Горячая кровь очень, горячая. Потому что такие силы влияют на человек. И естественно, такие люди с такой кровью, они больше острого хотят есть, едят очень жареную, много острой жаренной пищи. Люди расслабленные, ленивые, им хочется есть много сладкого и жирного. И они это делают обычно по верху, по вечерам. И обычно мордочка у них распухает, угли из них потом вылазят. Все тело становится бесформенным от этого. Потому что это так действует энергия лени. Люди, которые очень сильно живут тяжелой жизнью, много трудятся, им надо очень много соли власть в пищу. Потому что концентрацию внимания, психическое напряжение, умственное особенно, можно снимать только соленой пищей. Те люди, которые трудятся физически, им нужно есть много терпкой пищи, чтобы физическое напряжение нуждало, нуждается в терпкой пищи, в терпком вкусе. Те люди, которые много обижаются, тоскуют, печарятся, то есть им нужно кисло есть. А люди, которые постоянно находятся в депрессии, в горе, им нужна горькая пища. Вот и все. Вот и все. Горе, горькая пища. Откуда это все? Откуда связи? Оттуда, что люди раньше об этом знали? Все. И люди также знали, что животные домашние, которых мы кушаем, они похожи на нас. Они, это, то есть, это, это то, что мы, ну, они похожи на нас психически, они очень близко к человеку. Поэтому на санскрите слово манса, мясо, манса, мам означает я, со означает похожий. Похожий на меня переводится, дошифровывается. Мя, со. Мя, это я. Со, похоже. Со, трудничество. Соединение. Со, гласие. Ну, то есть, со означает что-то такое. Соединяющее. Со, единяющее. Ну, то есть, понятно, да? МИД. На английском. МИ. Это я. ИД. Это. Я. Это. Система ясна? Дальше люди об этом знали. Сейчас ничего не знали. Мы декоратируем своих понятий. Нас очень мало, что понятно. Вот интересно знать, что слово санскрит, то есть, древний язык, с индией переводится как древний язык, один перевод, а второй – культура. То есть, древний язык и культура – это одно и то же, понимаете? То есть, если ты с священными писаниями не связан, значит, ты культурный человек. Если ты не связан, значит, ты культурный. А сейчас у нас культура означает швейцанские часы, модная одежда и тупой взгляд такой. Культурный, значит, вот. Крутой. Вот. Это наша современная жизнь. И с этим ничего не сделаешь. Олег Геннадьевич, будет ли на вашем фестивале «Благо» звучать наши любимые советские народные песни? Там знаете, какие песни классные будут звучать? Это вот то, что я пою, вам здесь отдыхали вообще. Там авторские песни будут звучать, моих друзей. Они настолько глубокие. Невозможно передать словами.